Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как чистота. Прежде всего, слово чистота означает отсутствие грязи. Но это также целомудрие, высокая нравственность. И чистота в нашем мире, как и грязь, она бывает духовной и материальной. И поэтому мы коснемся этой темы с обеих сторон. Когда наша одежда приходит в загрязненное состояние, мы ее стираем. И это происходит многократно. Мы меняем наше постельное белье, мы убираем в квартирах. Мы стараемся принимать регулярно душ, чтобы наше тело тоже было чистым. И многие люди не догадываются о том, что периодически надо очищать и нашу душу. И она очищается очень просто и в то же время трудно для многих людей. И очищение проходит через пост, молитвы, через покаяние, примирение с Богом, через прощение всех людей, включая самого себя. И это путь к духовному очищению, которое надо регулярно производить. И многие люди, они этого не знают. Апостол Павел Галатом в 5 главе 19 стихом пишет о том, что «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство». И многие об этом догадываются. И после совершенных каких-то действий им хочется посетить сауну, попариться, очиститься. Но, к сожалению, внешнее очищение – это не суть очищения внутреннее. И поэтому, повторю, пост, молитвы, покаяния, прощения всех и себя – это путь к примирению с Богом Отцом. А теперь мы обратимся к Библии и несколько стихов на тему чистоты. Первое – это Лука, 11 глава, 34 стихом. И там стоит следующее. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно». Итак, как видит человек мир? Видит ли он его через грязь? Идет ли он на то, чтобы считать, что это норма? Или его глаза, его око видит мир через добро, через неслучайность, через Божью милость. И тогда в духовном мире он ищет очищение для своего ока, для своих глаз. Следующий стих – это второе послание к Коринфянам, апостола Павла, 7 глава, 1 стихом. И там стоит следующее. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Итак, идем дальше. Притча 22, 11 стихом. И там стоит следующее. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Итак, сердце должно быть чисто. И, наконец, исход, 1 глава, 16-17 стихами. Стоит следующее. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые одеяния ваши от отчей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Это Божье повеление к каждому человеку. Чистота, духовная, телесная. Задумывались вы над этим вопросом. Желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.